МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майстерство дрифта. У Центры Гродно проходят вздымки промо-ролика з уделом татулаванных гощиков из разных краин. Самые трапные стрелки. Простовники пресс-службов, ведомства и журналисты споборничали у стрельбе с пневматичной винтовки. Центр выборкам протягивает прием документов для регистрации инициативных групп грамадян по сбору подписов выборщиков у поддержки потенциальных кандидатов. Этот этап выборчей кампании завершится 1 листопада. Одночасово ЦВК проводит проверку документов, которые подадены, после чего принимает решение об регистрации или отмове УЁИ. 29-го Кастричника была зарегистрована инициативная группа Александра Лукашенко. Сегодня еще три. По сбору подписов выборщиков у поддержки Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Вольги Чамадановой, пропонованных для вылучения кандидатами у президента Республики Беларусь. 7 листопада яны мают право сбирать подписы грамадян. Для регистрации кандидатов у президента необходимо заручиться поддержкой не меньше 100 тысяч человек. Сбор подписов будет продолжиться по 6-го Снежня. Выборы президента в Беларуси отбудутся 26-го студеня 2025 года. Задеяничание военной и иншей специальной техники узмосненный контроль и обмежевание дорожного руху в зоне проведения мероприемствов. В учении по проверке готовности державных органов до взаимодействия и реагирования на акты терроризма прошли на территории Островецкого района. По сценарии, группа неведомых людей спробует прорваться на территорию одного из стратегичных объектов Украины Беларусскую атомную электростанцию, якая находится под самой серьезной Аховой. У отказ, у эпицентры и поблизу места деяния уразборчивается масштабная антитеррористичная операция. У мероприемствах задеяничены подразделения Комитета державной безопасности, Министерства внутренних справ, Министерства обороны, Следчивого комитета, Министерства по надзвучайных ситуациях Беларуси и инших державных органов. От процока планов учения по проверке готовности державных органов до взаимодействия и реагирования на акты терроризма на территории Островецкого района протягивалась на протягу дня. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе как с отдельными ведомствами, так и с несколькими структурами одновременно. Беларусская атомная станция заинтересована в подобных практических занятиях, так как это помогает совершенствовать как безопасную эксплуатацию АЭС, так и меры по ее защите от различных угроз. Все мероприятия проходят в штатном режиме и по плану учений. Тема наведения парадку на земле застаётся актуальной. Это не только важная державная задача, якая реализуется сгодна с постановой Совета Министров Беларуси, а лей громадянский обовязок кожного. С початку этого года в Гродзенской области выявлены 1600 несанкционированных мест размещения отходов. Такие есть во всех районах при Немане. Протяг темы в наступном материале. Выконание насельницвом законодавства в сфере обыходжения с твердыми бытовыми отходами констатуют экологи для прыньоманья проблема, якая по раннейшему стоить в остром. Не усея не усюды, поколь готовы я ей выращать. Як выник, за бягучий год у регионе складено больше за 300 протоколов на агульную сумму каля 100 тысяч рублей. Особливо шмат несанкционированных звалок каля даршных и гаражных кооперативов, а так само на землях агульного корыстания. З мэтой знизить их колькость и достукаться до сумления грамадян специалисты областного комитета природных ресурсов и аховы на вакульного сяродзе и его инспекции у районах проводят постоянные мониторинги. Чарговый рейд у микрорайон Ласос на Угродне и тут у горы коммунального и бытового смеття. Однако футка на место приехали коммунальники и навяли чусь теню. А вы знаете того, кто был инициатором гэтага беспарадку, будьте складана. И если у организаций отходы специфические, мы часто их идентифицируем и можем найти, кто нарушитель законодательства в данном случае, то с физлицами намного сложнее работать, определить, кто вынес мусор, когда вынес мусор. Поэтому, безусловно, сейчас эти вопросы решаются, в том числе приобретением фотоловушек, видеофиксаций. Поэтому граждане должны понимать, прежде всего осознать, что это делать нельзя, что за этим стоит потом большой труд служб коммунальных. Приходится выдавать предписания на землю общего пользования им для того, чтобы они устраняли эти нарушения. Все планы, которые мы ставим перед собой, они закреплены на уровне районных планов по наведению порядка на земле, на уровне областного плана. Поэтому мы, безусловно, видим, знаем, что нам нужно сделать, но они санкционированы, размещение отходов, к сожалению, продолжает и имеет место быть. И они уже убираются вне планово, устанавливаются либо инспекции, либо граждане нам сообщают, либо инспектора в больших случаях выявляют и выдают необходимые документы, предписания, рекомендации, информационные писания для того, чтобы территория очистилась от отходов. Львину долю часу представников областного комитета природных ресурсов и оховы на вакульных асяродзе займае информационная работа. И они тлумажат насильниству, як важно, как бы экологичные системы не забруджувалися и зауховывалася с прияльной асяродзе навокал. Звертают увагу организации районов, городов и в области, а так само простых грамадян, что сметье повинны размещаться у санкционованных местах. А порушальники у природоохранного законодавства чекая пока ранее. К нарушителям природоохранного законодательства взыскивается вред, причиненный окружающей среде, засорением отходов. Уже с начала этого года 75 претензий таких мы предъявили. Поэтому видим, что работа определенная, конечно, ведется, но и остается большое количество нарушений. Законодательством предусмотрена административная ответственность за несанкционированное размещение отходов, которая на сегодняшний день не такая уж и маленькая, составляет для физического лица до 30 базовых величин, для индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин и для юридического лица до 1000 базовых величин. Если сравнить с прошлым годом, то по несанкционированному размещению отходов динамика примерно такая же. Необходимо продолжать эту работу, в том числе информационную. Я думаю, что она должна начинаться еще с садиков, дошкольных учреждений и, безусловно, с привлечением средств массовой информации. Мы всю информацию размещаем в том числе на официальных сайтах территориальных органов Минприроды. Поэтому стараемся всячески всеми возможными способами доносить и до граждан, и до организации информацию о местах и санкционированном размещении отходов и о том законодательстве, которое действует сейчас на территории Республики Беларусь. Звернуть увагу широкой громадскости до экологичной проблемы такая задача стоит перед тратриальными природооховными органами. Контроль за выконанием законодательства по обыходжении с отходами ими ведется на протягу усягу года. Однако, на жаль, не протягивают выявляться. И это при том, что виноватые притягиваются до администрационной отказности. Градонская область в неуполном объеме выконано доручение керевника державы по забеспечению капитального ремонта жильевого фонда у ответственности с метовым показчиком. ЮН продвиглеживает повеличение объема у такого вида работ без перевышения нормативных терминов протяглости будовництва. На самой справе отбывается не так. Ситуацию обмерковывали на коллегии держконтролера региона. Были огучены и выявлены участ проверок порушений у темрику бюджетного законодавства. Разглядженные материалы показывают, что в области есть проблемы и в работе организации жильево-коммунальной господарки. Мероприемства по усторонению выявленных недохопов будут протягнуты. По результатам проведенных контрольных мероприятий Комитета государственного контроля возвращено более 700 тысяч государственных средств, предотвращена выплата 130 тысяч рублей, а также сокращено финансирование за допущенные нарушения субъектом ЖКХ порядка 400 тысяч рублей. В Гродинской области на 1 октября 2024 года очистится 13 объектов сверхмотивного капитального ремонта жилья. Данные объекты находятся на особом контроле в Комитете контроля ввиду особого распоряжения глав государства. Также вопросы связаны с увеличением количества претензий со стороны граждан за предоставлением жилищно-коммунальных услуг, ну и иные нарушения. В Гродинском районе смертно травмованный пешеход. Наезд на 57-годовую женщину был сдействован в середу около 19.30 на автодорозе М6 Минск-Гродно. Как было установлено 65-годовый водитель автомобиля Мерседес, рухался коль везки Абуховича сбоку Гродно. В момент наезда пешеход переходила дорогу слева направо по пешеходным пешеходным пяроходе. Одотрывменных травм и она померла на месте. По информации ДАИМ, светлоотбивальными элементами, которые позволяют водителю зауважить человека на отлеглости 150 метров, загинулая не была позначена. Чтобы безопасить себя на дороге в темное время суток надевайте фликер. Дайте водителю шанс вас заметить. В условиях ограниченной видимости не обозначенный фликерами пешеход виден водителю на расстоянии не далее 30 метров. А если он в темной одежде, то и это расстояние сокращается. Со световозвращающим элементом водитель увидит вас на расстоянии 150 метров. За нарушение ПДД уязвимыми участниками дорожного движения предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. А те же действия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, влекут наложение штрафа от 3 до 5 базовых величин. С начала года на территории Гродненской области зафиксировано из них 60 ранено и 6 погибло. На дожинок 2024 готова. Гродненская область в субботу 2 листопада будет ушиновывать лучших працанников везки. Виновников урочистости и гостей свята приймуть мосты. Организаторы запевнивают. Программа фестиваля Кермашу будет разностайной и запомнится усим. Особливо уразят ее новинки. Одна из них масштабная карта при нем будет закладена и новая традиция дожинок «Хлеб-одинство». Подрабязности у рубрицы «Комментары дня». Дожинки 2024 в мостах будут удивлять. Мы заготовили очень-очень много интересностей и даже в этом году мы создаем новую традицию на будущее года. Новой традицией будет являться «Хлеб-единство». Теперь он каждый год будет печься из нового урожая и объединять вокруг себя кого-либо. Например, работников предприятий или работников учреждений образования или культуры или семьи или династии. В этом 2024 году у нас каравай пекут национальности. Национальности, проживающие в Гродненской области. Это и евреи, и литовцы, и украинцы, и русские, и поляки, и, конечно же, наши белорусы. Они все вместе соберутся в хатке, они все вместе замесят тесто, они все вместе испекут красивый духмян и каравай, который 2 числа будет свежим и будет представлен на нашем мероприятии. Новинкой Дожинок 2024 будет создание масштабной карты Гродненской области. Каждый район будет изготовлен в стиле мозаика на Мостовском заводе и древообрабатывающем, и каждый район печет хлебный шедевр из нового урожая. Например, Карелище представят Мирский замок, Островец, атомную станцию и так каждый район. И, конечно же, будет декорация, то есть декорирование именно в сельскохозяйственной тематике. Но, опять же, те же Карелищи славятся льноуборкой, кто-то славится рапсом, кто-то подсолнухами, кто-то рожью и пшеницей. Каждый район на этой карте представит богатство сельскохозяйственное своего района и, конечно же, хлебный шедевр. Это будет очень масштабно, очень зрелищно, очень красочно и, конечно же, приглашаем всех туда пофотографироваться. К дожинкам подготовлены новые песни. У нас, например, звезды белорусской эстрады активно включились в эстрадный марафон, скажем так, и на дожинках будет представлено более пяти тематических песен. Это Ирина Дорофеева и Сергей Славянский и Алина Чижик со своей песней, которая уже просто рвет все интернет-просторы. Очень много песен. Также будут премьеры песни от мастовских умельцев, от культуры. Написана специальная песня, называется «Каравай». Ее премьера состоится тоже у нас на дожинках. Также будут традиционные элементы. Это, например, великолепнейшая выставка снопов и караваев. Это конкурсная выставка. Ждем всех посмотреть. У нас будут необычные фотозоны. Какие раскрывать не буду. Приезжайте 2-го числа в мосты, посмотрите, но поверьте, будет на что посмотреть и возле чего сфотографироваться. И, конечно же, наш праздник объединит всех зрителей и всех гостей с 9 утра и до поздней-поздней вечера группа «Корни». Российская Федерация порадует нас на нашем концерте. Белорусские эстрады, это арт-группа «Белорусы», это «Жанет», это «Ирина Дорофеева», это «Бай Сити». Множество, просто плеяда звезд. Ну и, конечно же, салют вечерний. Как же без него? Я думаю, порадует всех гостей наших дожинок. Дожинки обещают быть урожайными. Самое казачное свято наближается с кожным днем. До Нового года засталосься два месяца. И хотя на улице поколь стоит теплое для другой половы осени на дворье, якое не дозволяя оволодать нами отповедному настрою, про надыходящие свято нагадывают новогодние елки, что почали устанавливать в областным центры. Первая лесная пригожунья уже притягивает увагу жихаров микрорайона «Девятовка». Худка такая же з'явится и на улице Грублевского. Поступово новогодние елки упрогожат и иншие микрорайоны, а так само центр Гродно. Я считаю, что ставить елку сейчас рановато, ведь еще даже не убрали листву. Я со своей семьей привыкла ставить елку ближе к декабрю, когда уже выпадет снег. Нашусь отлично, уже чувствуется так сказать новогоднее настроение, уже хочется задумываться, какие подарки родным покупать. И, ну, в общем, я думаю, это хорошо, что заранее елки ставят. Мы не насладились осенними какими-то праздниками, еще и лицество желтое, уже елки стоят. Ну, как-то рановато. Грегор Данилян «Унутреннее светло» – так называется вистава, якая открылася у Гродні у Музея истории и религии. На ней экспонуются работы грузинского автора, написанная у период с 1990 по 2010 год у разных мастатских техніках. Татьяна Гришук у ліку тех, кто отчуў «Унутреннее светло» картин ведомого мастака. Сюжеты медитативных палотна у Грегора Даниляна звязаны с историей театрального мастатства, мифологией, философией и библейскими паданнями. Его творчасть адрознявается своясаблевым живописным синтезом. У ее можно вылучить некольки периодов. У 70-е гады мастак працаваў в стиле экспрессионизму и монументального мастатства. У 80-е захапівся стилями прамянізм и кубизм. С канца 80-х у работах аутара надзіраюцца уплыв медитативных практик, а спачатку нулявых индийской культуры. Працы Григора Даниляна у Гродні выставляюцца у першыню. Гэта працы с приватных сборов, приватных сборов сямьи мастака. И мы вельми удячны за то, что уласники погодзіліся на такий проект. И вельми спадзіямся, что гродзінцы пройдуць и гродзінцам будет цікаво. Потому что гэта прац у розных техніках. Гэта не тольки аллеи, гэта таксама крыл, гэта гель. Єсь таксама графічна одна працца. Грегор Данилян народзіўся у Тбелісі. Скончыў Ярыванскі Мастацко-театральны інстытут. С пачатку 90-х годов жыл і працаваў ў Беларусі і лічыў яя местам свэго духовнага нараджэння. Работы, створанэ ў нашай краэні, адрозніваліся асаблівай каляровай гаммай, што надало им іншая ацэння, унутранэ святло. Грегор Данилян адзін з вядомых працавнікоў армянскай дыяспары Беларусі і прымаў актывныў ў дел ў яе грамадскім жыцці. Творжаць гэтам астака яна сполучае тры розные народы, тры розныя культуры, таму што ён нарадзіўся ў Грузі, ён правёў там дзецінства, юнацтва, ён був армянином, тут ў Беларусі був дыясков вядомым працавніком армянскай супольнасці, ну і, канешні, став беларускім астаком тут ў нас, таму, гэта, канешні, вельмі цікава, символічна, і ў гэтам годзе ў нас, канешні, дваўся фестивалі національнах культур, і я б сказав, што гэта такі момант, трошкі такі, вось такі акорд, адзін з такіх цікава гэтай осінь. Работы Грэгора Даняляна знаходзіцца ў музеях і приватных колекціях розных краін свету. Зараз частка яго палотнау экспануюцца ў Гродня. Убачыць іх і адчуть ўнутранай святлу картін вядомага мастака можна ў музея істори і рэлігі да канца студзеня. У Беларусі проходзець масштабныя здымкі промо-роліка з ўделам вядомых дрыфт-пілотав міжнароднага узровню. Спартсмэны з нашай краіны, а так сама Японія, Аустралія, Нідерланда, Тайланда і Бразілія навядываюць знакавае місцы і дымонструюць майстерства дрыфта на камеру. Здымкі проходзець і у Гродні. Про вітовішний дрыфтинг і дрыфт-пілотав розкажа Кристина Шавяльова. Крутые повороты, скрип колов і шалёная худкасть. У Гродня проходзят здымкі промо-роліка з ўделом вядомых дрыфт-пілотав з усяго світу. Мы пригласили иностранных пілотав, которые дрыфтят на фоні известных достопримечательностей в знаковых местах различных городов. Цель этого промо-роліка – раскрыть туристический потенціал Беларусі, популяризовать автоспорт, сделать его более інтернаціональным, показать красоту наших городов. Гродна – уже шостая кропка на карте дрыфт-тура по Беларусі. За опошній тыдзінь професіяналы побывалі у Нясвіжі в Косові, Бресті, Гомілі і Магілєві, а завершат здымачний марафон у Мінську. Сярод тых, хто освоївав дороги Гродна і чемпіон Беларусі по дрыфтингу Дмитрий Нагула. Я сам уроженец Гродна і с удовольствіем, конечно же, вот сьогодні поэтаму і снімаюся, потому що представляю наш город. Всю жість хател, во снах мечтал, поганять по нашим уліцам. Нельзя же нарушать, а тут передоставилась така возможність, почему бы этим не воспользоваться. Единственна проблема може быть, когда вот достаточно які-то узкі перекрёстки там с якимі-то бордюрами і так далі, і так далі. Там, где можна повредити автомобіль, у нас ще сьомок 7 дней у нас в Мінскі, сьомки по тоже значимым містам, по проспектам, поэтому єсть вот нюансы касательно каких-то узких локацій, ну, мы вроде как професіоналы, паэтаму справимся. Выніком шмардзённых здымкаў стане проморолік, який да поможе показаць прыхажусь Беларусі, популяризаваць аутоспорт, а так само розкаже про распрацовкі на основі штучнага інтелекту. Осьо гэта на фоні самых значных славутості нашай країни. Я много путешествую па міру, а тут я узнаю, што в Несвежі єсть класны замок. Тобто я слышал, но приїхать, пасматреть, или Косовский замок, например, я его увидел, обалдел, думаю, нічого себе, у нас в Беларусі така красота есть, кстати, мы там тоже снимались. Паэтаму, канешна, я сам вижу сейчас какие-то объекты наших городів, которые я раньше воспринимал по-другому или там видел в інтернете и так далі, сам кайфую. Малявніча пейзажі і видатнія дороги нашей республіки оценили і замежні дрифт-пілоти. У складі інтернаціональній команди, окрімя беларусів, спортсмен із Японії, Австралії, Бразілиї, Нідерландів, Таїланда. Я уже был в Беларусі 15 лет назад, і мне очень не терпелось посетить обновленнюю страну, посмотреть, как здесь сейчас. Мне очень нравятся локации, очень интересно подрифтить на таких знаковых местах возле театра і около церквей. Мне здесь очень нравится. Беларусь в целом это очень красивое место. В Гродно очень много разных цветов. Каждый раз, когда я был в Беларусі, було холодно, і мне очень хочеться приехати сюди, коли буде тепло, устроити пикник на речці і узнать Беларусь в теплое время. У Гродні здымки проекта проводяться на протягу двох дн. У пятницу дрифтпілоты будуть демонстровать свое майстерство у районе Старого замка. Турнір по стральбе з пневматичной винтовки сирот простовніков пресс-службов, ведомствов і сродков масовой информации при немання прайшов у Гродні. С поборніствы організаторами, яких выступає Гродзенская областная структура Беларусського фізкультурно-спортывного товариства «Динамо» ургиюня проходили у третий раз. Еще три года назад Гродненская «Динамо» инициировала проведение данного турнира. Мы хотели сплотить нашу большую семью, а именно средства массовой информации, с которыми правоохранительные органы взаимодействуют. Сегодня проходит третий турнир на базе отдыха «Привал», в котором участвуют сотрудники правоохранительных ведомств, которые взаимодействуют с средствами массовой информации, а также сами СМИ, представители СМИ города и области. В этом году мы проводим не только командное первенство, также будем и учитывать личные зачеты. Мероприятие приурочено к 80-летию образования УВД Гродненского облсполкома, в который раз задача научить стрелять, посоревноваться, собраться вместе с одной семьей на замечательной базе, обговорить будущие планы, ну и самое главное пострелять и выявить, конечно же, сильнейшее. До слова, с поборницей Сюлета присвятили 80-ти годию утворение управления внутренних справ Гродненского облвыконкама. В борьбу за медалей уступили 11 команд, которые представляют региональные сроки, массовые информации и пресс-службы ведомства. Как показать результат, необходимо было продемонстрировать в первую чергу трапность. А теперь, наперед, удельники должны были справиться с хваливанием, чтобы максимально сконцентроваться в момент натиска на спусковый крючок. Интрига заховывалась до опошнего. Переможцы были названы по сумме баллов каждого членов команды. По вынику третье место завоевала дружина УОС Гродненского облвыконкама. Другое управление Департамента финансовых расследований по Гродненской области. Первое управление Державного комитета судовых экспертиз по Гродненской области. А кроме того, были подведены выники и особистым за лику. Сегодня мы встретились здесь с коллегами не на обычной для нас площадке в рабочей обстановке, а в спортивном духе, вместе, дружно соревновались, одержали победу мы с моим коллегой. Безусловно, это говорит о командном духе. Сегодня мы показали лучший результат. Горжусь собой, своим коллегой и нашей командой. На этом выпуск завершенный. Я разведуся с вами. Всего доброго. Субтитры 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 Субтитры